Махровость черной смородины, что делать? Официальное название данной болезни культуры – реверсия смородины. Она фактически возвращает куст в дикому состоянию. В результате растение перестает плодоносить. Переносится заболевание вирусным путем и развивается достаточно быстро, поражая ветку за веткой. Поэтому при обнаружении первых признаков махровости черной смородины следует начинать бороться с ее переносчиками, поскольку способов лечения в настоящее время не существует и спасти растения невозможно. Что такое махровость смородины? Данное заболевание является очень серьезным, поскольку может привести к тому, что пораженный куст перестанет приносить плоды. Впервые болезнь обнаружили и описали в начале ХХ века учеными из Великобритании и Нидерландов. Источником заболевания является мекоплазма – это субстанция, которая представляет собой нечто среднее между бактерией и вирусом. Переносчиками болезни являются тля или почковый клещ, которые, потребляя сок больного растения, передают мекоплазму здоровому в процессе питания. Также заболевание может передаваться через посадочный материал, если для прививания используется пораженная ветвь. Махровость черной смородины – дополнительная информация. Наиболее распространена реверсия смородины в центральной и северо-западной полосе России. В регионах, расположенных на данных территориях, можно чаще всего наблюдать смородиновые кусты и пораженные растения. Признаки поражения Махровость смородины можно распознать по следующим симптомам. Листья меняют свою форму, они начинают искривляться, становятся асимметричными и уродливыми. Количество лопастей на каждом листе уменьшается, их становится 3, а не 5, как у здорового растения. Прожилки на листьях становятся более грубыми, при этом мелкие практически исчезают, цветки также меняются. В самом начале болезни их окончания приобретают неестественный ярко-красный оттенок. Цветки, которые распустились, также вместо обычных белых становятся красными или фиолетовыми. Каждый лепесток можно отделить от остальных, это тоже признак пораженного цветка. На них появляются чешуйки, исчезают пестики и точинки, отчего и возникает бесплодие смородинового куста, а сам цветок начинает выглядеть махровым. Откуда и пошло название болезни? Появляется большое количество новых побегов, листва становится более густой, но при этом характерный смородиновый аромат пропадает. Обратите внимание, болезнь на растении может развиваться очень медленно, часто обнаружить ее по первым признакам не удается, если не уделять достаточного. Внимание, некоторые думают, что закрутиться листья могут и по причине недостатка питания, но это не всегда так. В результате, она постепенно распространяется по всему кусту и когда признаки становятся очевидными, вылечить растение может оказаться невозможным. Причина появления и распространения Возбудителем болезней является мекоплазма. Она передается от больных растений к здоровым через насекомых, которые мигрируют в весенний период. Основным переносчиком является почковый клещ. После того, как он успешно перезимовал в пораженные почки, он начинает перемещаться по растению в другие почки, что и приводит к их заражению. Миграция клеща, как правило, происходит поздней весной или ранним летом. Наибольшую активность насекомые демонстрируют, когда температура окружающей среды достигает 12 градусов по Цельсию. Пораженные листья смородины – это период миграции, который длится от двух до трех недель. Клещи могут перемещаться не только по одному растению, но и оказаться перенесенными на другие ветром птицами или небольшими животными, что позволяет болезни распространяться по всему участку. Также переносчиками являются тля, паутинные, клещи и клопы, живущие на растениях и питающиеся их соком. Следует помнить, вирус не сохраняется в теле насекомого. Потребляя сок больного растения и перемещаясь на здоровые кусты, насекомое производит распространение болезни. Если не дезинфицировать секатор, он тоже может способствовать распространению заболевания по участку. Как бороться с заболеванием? Эффективного способа борьбы с махровостью не существует на сегодняшний день. Каких-либо препаратов или технологий, позволяющих вылечить смородину от болезни, нет. Поэтому при обнаружении первых признаков следует немедленно уничтожить куст. Обрезание пораженной веточки не поможет. Весь куст следует выкорчевать и сжечь, чтобы махровость не распространилась по участку. Вместе с тем есть профилактические меры, которые позволяют предотвратить махровость смородины и борьбу с ней сделать более эффективной. При пересадке и размножении культуры использовать только качественный, здоровый материал от проверенных поставщиков, соблюдать правила карантина. При появлении на участке новых кустов высаживать их следует на отдалении от имеющихся, чтобы затруднить перемещение туда переносчиков. Болезни, осуществляя размножение растения с помощью маточника, не следует использовать все ветви. Хотя бы одну рекомендуется оставить плодоносящей, чтобы контролировать отсутствие заболевания, размножая культуру черенками, следует отрезать их только от кустов без следов поражения имеющих возраст не менее 3-4 лет проведения регулярного осмотра растения на предмет выявления искривления листьев, наличие извилистых веток, нестандартных цветков, обычный цветок, белой правильной формы с нераздельными лепестками. Важно, помимо описанных мер профилактики, необходимо прикладывать усилия для борьбы с переносчиками инфекции. При обнаружении тли клещей или клопов на смородиновых кустах рекомендуется применять одну из следующих мер удаления поврежденных почек и побегов ошпаривания горячей водой, обработка препаратами. Удаление пораженных почек и веток в обязательном порядке следует осматривать кусты смородины весной. Если на ветвях окажутся неестественно увеличенные почки, то их необходимо сразу удалить, поскольку это признак нахождения в них клещей. Если на одной ветве таких почек значительное количество, рекомендуется ее обрезать полностью. Обрезание кустов черной смородины обливанием горячей водой данная мера позволяет уничтожить практически всех вредителей. Температура должна быть 50-55 градусов по Цельсию, тогда она безопасна для растений и смертельна для тли и клещей. Проводить процедуру рекомендуется ранней весной, пока почки не набухли и кустарник не проснулся. Более поздняя обработка может нанести культуре вред. Обработка химическими препаратами данный способ борьбы с вредителями следует использовать перед началом их массовой миграции сразу. После окончания цветения смородины, для обработки рекомендуется использовать растворы коллоидной серы, липидоциды или битоксидоцелина. Также можно применять сильно действующие вещества окорин, фуфанон или фитоверам. Меру для разведения водой необходимо выбирать в соответствии с инструкцией. Повышение иммунитета Обратите внимание, вредители нападают только на слабые растения, поэтому их правильная подкормка. Соблюдение рекомендаций в части агротехники, что зачем делать, в какой последовательности позволяет минимизировать риск их поражения. В качестве удобрения следует использовать составы, содержащие калий и фосфор. Данная мера позволяет бороться с причиной, а не следствием, тем более эффективного метода лечения не существует. Советы бывалых садоводов Причиной, почему листья смородины могут скрутиться, является тля. Чтобы избавиться от нее, следует их для начала оборвать. Когда скручиваются листья у смородины, чем обработать это тоже важный вопрос. Народными средствами являются луковая шелуха, настой и раствор уксуса. Эти вещества обладают сильным запахом и отпугивают насекомых. Также рекомендуется проводить профилактические мероприятия. В частности, сжигать все опавшие листья смородины, проводить регулярное рыхление почвы, уничтожать муравейники около кустарника. Важно! Если же возник вопрос, почему смородины ветки закручиваются, то, скорее всего, причина в неправильной обрезке или питании. Необходимо подкормить растение, начать формировать крону, произвести рыхление. Если такие меры не помогли, следует его пересадить на другой участок. Если появилась парша на смородине, следует ее оперативно обработать фунгицидами. Данное заболевание поражает листья и снижает иммунитет к другим заболеваниям. Выглядит парша как налет ржавчины на листьях. При обнаружении первых признаков следует сразу обработать куст фунгицидами. В качестве профилактических мероприятий следует постоянно рыхлить почву около кустарника и убирать осенью желтую опавшую листву. Опрыскивание смородины при наличии мха на кустах смородины следует лечить растение, иначе это приведет к замедлению его роста, ухудшению. Качество и количество плодов, формирование благоприятной среды для жизни и размножение бактерий и вредителей. Если появился мох на смородине, что делать, можно узнать в интернете. Самый распространенный рецепт – обработать кустарник раствором медного купороса. Также можно обработать стволы с помощью раствора из древесной золы, соли и хозяйственного мыла. Итак, одним из самых опасных заболеваний является махровость черной смородины. Что делать в такой ситуации, знают опытные садоводы. Однако следует отметить, что диагностировать болезнь достаточно сложно. Во-первых, как указано в описании, она может 3-4 года развиваться очень медленно. Во-вторых, она поражает ветви и листву постепенно. В-третьих, сложно понять, откуда появилась болезнь. Поэтому гораздо эффективнее применять профилактические меры. В частности, регулярно осматривать кустарник на предмет того, есть ли плесень, изогнутые ветви, поврежденные листья, периодически. Рыхлить землю около куста, уничтожать муравейники вблизи кустарника, формировать крону, если обнаружилось, что когда листья смородины скручиваются, чем опрыскивать, рекомендуется уточнить у опытных садоводов. Как правило, это настой луковой шелухи, уксус или химикаты. При этом следует помнить, что природа не может просто так искривить, закрутить или скрутить растения. Это либо болезнь, либо нехватка питательных веществ. Поэтому в первую очередь необходимо понять, почему смородины ветки кривые, а потом уже устранять причину. В противном случае можно напрасно уничтожить растения.